Почему-то, видимо, не случайно, мы перешли на разговор об экзистенциализме. Это более крутая тема. Я стал Галину пытать, она заканчивала школу экзистенциальной психологии в Одессе. И я говорю, что такое экзистенциализм? Спрашиваю ее. Ну, она мне отвечает, что-то такое, обратите внимание, что-то очень похожее, вам ответят психиатры, если вы их спросите, что такое шизофрения. Она мне отвечает, ну, Александр Геннадьевич, это сложно. Мы уже много лет спорим, и никто не знает, что такое экзистенция. Экзистенция – это сущность, сущность, которая внутри. Я не вру, Галь, почти. Вообще не вру. Я ей объясняю, что, конечно же, там экзистенциализм тоже бывает разный, но классический экзистенциализм, тот, который захватил Европу в 50-е и 60-е годы, это экзистенциализм Жанна Поля Сартра. Он крутится вокруг его программной книги «Бытие и ничто». И, конечно же, в экзистенциализме классическом, сартовском сущность – это ничто. Там просто ничего нет, пустота. А вот играет веселая мелодия, мы смотрим на людей, и они начинают танцевать. Теперь попробуйте взять и поставить на место вот этих людей, которые начинают танцевать, людей, у которых внутри пустота. На самом деле об экзистенциализме очень удобно разговаривать, потому что в действительности экзистенциализм породил свою музыку везде, во всех направлениях музыки. В частности, в джазе экзистенциализм называется бибопом. Если здесь есть любители джаза, то они это знают. В чем суть бибопа? Мелодия, которую играет музыкант, скажем, Чарли Паркер, она не имеет значения никакого. Он вокруг мелодии на обертонах создает обвивающую мелодию другую. А на месте мелодии оказывается ничто, она растворяется, оказывается пустотой. А сутью оказывается то, что играет саксофонист в данном случае. Если вы себе представляете культуру 50-60-х годов, европейскую, то вы, наверное, знаете, что в моду вошли мрачные люди, циники. Такие, которые небрежно смотрели на других и говорили, что жизнь – это ничто. Плюнь на все и делай все, что угодно. Потому что все равно жизнь бессмысленна. Да, конечно, в моду вошло пьянство по сартру, такое утонченное. Что вы делаете, я создаю ничто, сказал бы честный французский алкоголик начала 60-х годов. Мы просто не замечаем, какую роль модное мировоззрение играет в культуре. Но, я-то хочу сказать, смотрите, это призраки. Когда-то по Европе бродил призрак коммунизма. Он свое уже отбродил, но дело не в этом. Он же живет в некоторых душах по-прежнему. И люди видят проблему через этого призрака, через призму коммунизма. Мне в некотором смысле очень жалко коллег. Потому что вообще это ужасно. Потому что когда вы становитесь правда убежденным психиатром, вашим лозунгом внутренним становятся вокруг одни шизофреники. И психиатр в этом смысле правда несчастный человек. Потому что его учат не видеть в человеке человеческое. Его учат видеть в человеке некоторый патологический процесс, который называется шизофрения. Или схизофрения по автору. И который, хочу я вам сразу заявить, чтобы вам это было понятно. Для меня является абсолютно конкретно и непосредственно ничем иным, кроме как литературной метафорой. И это действительно метафора. Потому что, описав определенное количество признаков, Евгений Блюйлер, швейцарский психиатр, психоаналитик, входивший некоторое время в группу Фрейда, имел в виду принципиальный икс. То есть, он имел в виду заболевание, причины которого мы не можем обнаружить, у которого нет никаких объективных причин. и которое проявляет себя в виде определенных элементов поведения, в виде определенных поведенческих и мыслительных расстройств. Что это такое? Ну вот если вы задумаетесь, то вы со мной просто согласитесь. Это метафора. Обычная литературная метафора. Правда, я хочу сказать, что это правда призрак. Потому что, как выяснилось совсем недавно, еще на памяти многих здесь присутствующих, коммунизм тоже оказался литературной метафорой. И экзистенциализм тоже литературной метафорой Сартра. Очень удачной. Он взял эту метафору в буддизме. И многие до сих пор считают, что некая сущность буддизма – это ничто, как у Сартра. Но на самом деле не так, потому что это ничто в смысле неописуемости своей, но это ничто неравнодушное, любящее, ничто, которое приемлет тебя как любовь. На самом деле буддистское ничто – это некое абсолютно чистое, лишенное всяких материальных признаков выражения христианской любви. Это одно и то же в действительности. Бог – это любовь, это Бог – это буддистская нирвана. Это просто разные описания, разные метафоры одних и тех же состояний. Видите, какие огромные темы параллельно тут возникают в разговоре. Но что происходит с метафорой? Она формирует взгляд. Музыка играет. Мы видим, что все танцуют, все веселые. Мы поставим грустную музыку, все станут вокруг нас глубокими и проникновенными. Мы, хочется сказать, поставим шизофреническую музыку или пластинку про шизофрению. Между своим восприятием и миром. И мы будем, так сказать, кругом одни шизофреники. Неизвестно, чего от них ожидать. Они все бредят. И на самом деле, к сожалению, психиатр сегодня находится именно в таком состоянии. Поэтому, к сожалению, в строгом смысле этого слова сегодня коллеги вынуждены оказаться в состоянии того самого психоза, который они описывают и критикуют. Так все сложилось. Я сейчас поговорю, конечно, о некоторой системе мыслей, которая к этому приводит. И это действительно призрак, потому что, когда у нас, еще в Советском Союзе, появилась МКБ-10, международная классификация болезней 10-го пересмотра, там от шизофрении, если здесь есть профессионалы, все знают, остались одни рожки и ножки. Совсем рожки и ножки шизофрении стали... Я могу чуть-чуть ошибаться, потому что я не смотрел МКБ-10 перед приходом к вам. Там шизофрении стал называться психоз, который начинается в возрасте от 17 до 18 лет, длится не более одного года, и заканчивается глубоким слабоумием. Это так называемые ядерные формы шизофренических психозов. Я вам сейчас дальше про это рассказывать не буду. Сразу скажу, чтобы больше к этому не возвращаться, я считаю, что, конечно, конечно, может быть, в отличие от ДКПЧ, но так как, в общем, я работал, работал я очень долго, очень по-разному, и в психиатрии, и в наркологии, то я считаю, что, конечно же, есть некоторые состояния психические, где без психотропных лекарств обойтись нельзя. однако, по моему глубокому убеждению, таких болезней в общей массе психиатрии не более 10%, а в среднем всего 5, вот около 5% людей, которые ныне реально являются клиентами психдиспансеров и психбольниц, действительно, когда-то нуждались в психотропном лечении, только оно должно назначаться очень коротко, я имею в виду, да, максимум на недели, чтобы вы понимали мою точку зрения, а все остальное время должно быть посвящено адаптации человека к его внутреннему миру, и к жизни в социальном окружении. Ну, к сожалению, подобную точку зрения очень мало кто разделяет, потому что, как вы понимаете, тогда бюджетное финансирование психиатрии придется сокращать на 95%, и кто же это сделает? Я хочу сказать, что вы должны понимать какие-то принципиальные вещи. Мы боремся, конечно, несомненно, все с наркотиками, наркоманами, но наркотик это понятие юридическое, не медицинское. Законодатель, опираясь на данные каких-то исследований, объявляет определенную группу веществ запрещенной, вносит в список номер один, исследование, использование которой в любых целях, исследовательских, медицинских, развлекательных на территории данной страны запрещено. И если рассуждать с точки зрения медицины, что такое наркотик? Наркотик это вещество, которое меняет состояние человеческого сознания в желательную для самого пользователя сторону. Правда? Если мы вот так определим наркотик, то мы очень легко поймем, что любые антидепрессанты, нейролептики являются наркотиками, поскольку они вроде как изменяют состояние человеческого сознания в нужную или пациенту, или врачу сторону. И поэтому в принципиальном смысле психотропный препарат и запрещенное вещество ничем не отличаются друг от друга. Ну, как бы можно курить травку, а можно вместо нее, но с той же целью, взять у коллеги горсть антидепрессантов и есть их там три раза в день. Та самая сущность процесса от этого не изменится. за доказательствами, между прочим, долго ходить не нужно. Я вам хочу сказать, возвращаясь, простите, я ушел куда-то, я все время, вы меня возвращайте. Это самая я про МКБ-10 это скучная тема, сейчас я перейду к более интересным. я хочу сказать, что на самом деле, когда МКБ-10 у нас принимали, у нас у всех пока, потому что это конец 80-х еще, ничего не произошло, то кафедры в Киеве, в Москве возмутились и сказали, что они не будут преподавать эту МКБ-10. И нам дали следующие инструкции. мы с вами диагностику ведем нозологически, то есть ставим шизофрению в уме, а в истории болезни мы ее кодируем по МКБ-10. Смотрите, уже в этот момент, хотя он возник гораздо раньше, люди стали создавать в головах призрак. Мы пишем МКБ-10, а в уме мы держим эту призму. Кругом одни шизофреники. И уверяю вас, что в том или ином смысле вот эта политика кафедр до сих пор сохранилась. Потому что если ты уже вырос шизофренологом, то тебе менять твое преподавание будет очень трудно. Поэтому мы как искали во всех больных шизофрению, так и ищем. Определить это очень легко, потому что если больной возьмет таблетки и посмотрит инструкции к ним, то в какой-то части обычно больше этих таблеток он увидит надпись используются при психозах и при шизофрении. Есть очень странная вещь, еще одна. Почему обязательно пользуются призраками психиатр? Потому что у нас нет окончательных определений ничего. Например, ни один психиатр не только ясно не объяснит вам, что такое шизофрения, а скажет вот это ну, это надо много часов вам рассказывать. Обратите внимание на странность. Если мне надо вам объяснить, что такое язва желудка, я это сделаю за две минуты, ну, за три. Там, неважно, даже про рак, да, какого-нибудь органа я вам тоже расскажу за две-три минуты. А вот для того, чтобы объяснить, что такое шизофрения, ну, это вы там полазите в интернете, почитаете. Почему? Потому что это единственный медицинский, а, конечно, на самом деле не медицинский, а литературный диагноз, в основе которого лежит метафора. Она даже имеет конкретное описание. Звучит она так. Шизофрения это раскол чревного разума. при этом учтите, что кто такой чревный разум, автор не объяснил. Ну, имеется в виду раскол чего-то там такого основного, чего-то вроде сущности. Более того, ну, например, Блюйлер, ну, вообще, он был гораздо более честным человеком, чем современные психиатры. И в последней своей книге она, собственно, целиком посвящена предупреждению, которого никто не слушает, ни пациента, ни психиатра. На русский язык, на украинский, сколько я знаю, она пока не переведена, имеет длинное и сложное название «Предупреждение о том, чтобы врачи не увлекались фармакологическим лечением шизофрении». При этом все очень сложно, потому что Блюйлер же придумал понятие «вялотекущая шизофрения». Это медленно протекающая шизофрения. И он был твердо убежден, что этой шизофренией больны все актеры. Вот если человек выбрал профессию актер, то значит он болен вялотекущей шизофренией и нуждается в лечении. Ну, в общем, объясняется этот взгляд сквозь призму очень просто, к сожалению. И вы много раз в жизни, особенно если вы будете психологами, не дай бог психиатрами, вот. Ну, в общем, говорят, что он был очень сильно влюблен в одну драматическую актрису, она предпочла ему другого. И после этого появилась работа о вялотекущей шизофрении и актерском мастерстве. Вот. Традиционная такая история. Если можно сказать, если другой профессии может быть, что кто-то предпочел кого-то другого, то получается, что можно другую профессию объявить и назвать эту шизофрению? Да. Ну, например, есть такое, у нас, все вам скажут, мы не признаем теорию Курта Шнайдера. Курт Шнайдер великий немецкий психиатр. Сейчас я там чуть-чуть поясню, но я хочу сказать следующее. Он абсолютно справедливо, абсолютно говорил, что он никогда не будет обсуждать и спорить с религией, потому что любая религиозная вера это шизофреническое расстройство первого ранга. И в некотором смысле он был абсолютно прав. почему? Да по одной простой причине. Некоторый религиозный идеал, христианский религиозный идеал, апостол Павел выразил словами «Не я живу, но Бог во мне». Правда? Это шизофрения. И я в данном случае совершенно не утрирую, потому что это утверждение полностью входящее в эту литературную метафору. Дальше начинается дикое количество всяких разных сложностей, позволяющих ставить шизофрению нам всем. В любой профессии. Есть много причин для этого, но самое главное это некоторая причина, которую можно описать следующими словами. Человек, который не учился с детства думать глубоко о себе. У него складывается такое впечатление, что не он управляет своими мыслями, а его мысли управляют им. Ну, там, меня охватила страсть. Я внезапно задумался. Я неожиданно понял. Я уже не говорю о том, что доктор, у меня навязчиво в голове крутится мысль. моя любовь влечет меня за собою. Так моя любовь или посторонняя сила? Естественно, в число в перечень Курта Шнайдера вот этих расстройств первого ранга входит понятие управления, то есть человеческое ощущение того, что не он управляет собой, а какие-то внешние силы? Эти внешние силы могут быть не очень определенными. В классическом случае на крыше соседнего дома сидят зелененькие человеческие с Марса, они направляют в мою голову лучи и вселяют в меня мысли. И это вот те самые 5% о которых я говорю. Они реально существуют. Однако пока живут на свете дураки мы прославлять судьбу свою должны. Правда жалко, что мы в детстве невнимательно слушали песенки, поскольку а как же быть с ежедневно появляющейся в новостях гугл планеты не беру и посылаем их оттуда этих змееподобных ящеров, которые как бы прикидываются человеками и вот это все это делают. Путин с Порошенко оба, конечно, несомненно, змееподобные ящеры с не беру, это понятное дело. Это что такое? Шизофрения? Можно сказать. Все. На этом заканчиваем. Психиатры правы. Всем нужно пить нейролептики лучше с детства. Оказывается, что существует целый ряд каких-то простых вещей, которых мы не хотим понимать. И я только что рассказывал кому-то. что был такой замечательный философ, один из самых интересных философов 20 века и гомосексуалист Мишель Фуко, который в том числе философски описал эту собственную пристрастию. Он сказал, что вот эти псевдошизофренические признаки появляются от того, что у человека нет неких практик себя с античности, восточных странах. Но все же в Таиланде были? Ну, почти, да, в общем, да. Если кто был, то вы знаете, что тайцы, они удивительно спокойные, миролюбивые, они могут быть абсолютно нищие, но они будут относиться к вам и к своей жизни радостно и спокойно. Почему? Ну, потому что у них на каждом шагу школы медитации, ну, вот на каждом, идете вы квартал, приходите в Бангкоке, приходите в школу медитации, потому что раз в пять лет мужчина должен уйти в монастырь, пусть ненадолго, но уйти, это как у них монастырь, как у нас служба в армии, без этого нельзя. И так далее, и тому подобное. Это практики себя, потому что буддизм, это в первую очередь практики самопознания. А если мышление у нас клиповое, если буддизм и всякую разную другую философскую чушь, нахрен она нам нужна-то, гегели эти ваши шискантами, ахинея-то какая. Мы изучаем даже не по краткому содержанию, а по двум абзацам, написанным на каком-нибудь сайте в интернете, и нам кажется, что мы уже знаем, про что там, Будда или Кант, у нас в голове возникают механические опилки, состоящие из обрывков этих мировоззрений. Приходите вы к психиатру, и он спрашивает вас, Маша, а как ты думаешь, вот планеты не берут, там ящеры эти, они есть? Если Маша в это время почитала новости и впечатлилась, ну скажешь, ну конечно, вон же пишут, но это явное шизофринение, классическое, скажет психиатр, и отправит Машу немедленно госпитализироваться. Было бы, это было бы смешно, если бы это не было так грустно, потому что то, что я рассказываю, чистая правда. Вы приходите на первый прием к психиатру, он вас внимательно слушает и говорит, ну у вас скорее всего серьезное психическое заболевание, вам надо лечь обследоваться, но вы не волнуйтесь, просто вам придется всю жизнь пить таблетки. Ну про учет мягко не говорят, так уж прямо, да, но вам придется всю жизнь пить таблетки и обычно к этому добавляется, ну это не страшно, вот например у меня диабет, мне тоже всю жизнь пить таблетки. Это связано с какими-то очень простыми вещами, я не знаю как сейчас в Украине, но скорее всего тоже ничем не отличаются, у нас стационарная медицина, деньги платят в основном вообще психбольница это безумно дорогая вещь, порядка, чтобы вы понимали двух-трех миллиардов долларов, бюджетный оборот большой психбольницы в год, это кажется только, что это такая какая-то фигня, на самом деле это колоссальная статья бюджета, и в диспансере тем психиатрам, которым вы придете на первичный прием, им просто дали инструкции всех класть в больницу, потому что иначе финансирования не будет, если койки будут пустовать. А если есть как говорят в детских домах? Ну, только что год отработал в детских домах, поэтому тот кошмар, который творится там, это вообще отдельный разговор, ну, совсем отдельный, сейчас мы чуть-чуть этого коснемся, хорошо. Я хочу сказать, что там кошмар, просто потому, что там собственно нужно ПНИ, психоневрологическому интернату, ему нужно, чтобы ребенок сидел тихо и не шелохался, и чтобы с ним никаких неприятностей не было, поэтому его нужно накормить так, чтобы у него выпадал язык, и чтобы он ничего не соображал, тогда за него будет легче отвечать. Ну, что там говорить-то, там просто я даже не знаю, как это назвать, там бандитизм, потому, что никто не будет бороться за этих детей. Вы что хотите, чтобы директор ПНИ, который бюджет ворует и полмиллиона рублей, рублей получает, чтобы он не дай бог, если он снимет таблетки, а он сбежит, или там поведет себя как ребенок. Вот, я хочу сказать, что суть дела сложная, но я хочу, чтобы вы в основном поняли кое-что про себя. Ну, так как, господа, человек управляет своими мыслями или мысли управляют им? Да! А вы умеете с этим справляться, со своими собственными мыслями? Мягко выражаясь, не всегда, в действительности в общем выяснится, что никогда. В действительности выяснится, если я начну киверяться, здесь присутствующих, я не буду, честное слово. В действительности выяснится, что мы вообще хотим, что жизнь как бы шла сама. Ну, сама собой. И начинаем о чем-то задумываться, только когда впадаем в кризис. А когда впадаем в кризис, можно и к врачу прийти. призраки и депрессии. Ну, вот есть такой классический пример одного из самых таких известных когнитивных терапевтов. Он говорит, что дама сидит в комнате, смотрит телевизор. вдруг раздается трах-бах, в соседней комнате что-то разбивается, дама прыгает под стол и думает, караул воры, тянется к телефону на столе, чтобы звонить в полицию. Потом заходит в другую комнату, ну, там, например, выясняется, что кошка сбросила горшок с цветами, с подоконтиком. Поведение это целиком зависит от нашего реагирования. Адаме кажется, что это связано автоматически в ее создании. Стук в соседней комнате, что-то, какое-то неожиданное событие, или воры, или бандиты. Берем политику обоих наших чудных стран. У вас во всем русские виноваты, везде русские, понимаете, там, как бы, как не включишь телеканал, там злобные русские с топором. Ну, я утрирую. Нет, это у вас. А у нас вас, у нас вас нету почти, потому что у нас не вы, не вы, а американцы. Вот, у нас везде злые американцы. Вы просто ничего не понимаете. А везде, кто виноват в том, что в России плохо, ну, американцы, европейцы. Вы в последнюю очередь, у нас виноваты там. И что происходит-то? Ну, происходит, что близкие, родные люди начинают друг на друга смотреть, как на врагов. Почему? Зачем человеку нужен образ врага? Если я хаваюсь под столом не от воров, а от американцев, не знаю, русских, украинцев, то это происходит почему? Ну, скажите. Ответственно теперь. Правильно. Правильно. Навязывают же это. Ну, а дело ведь навязывают. Страх. Ну, в некотором нормальном случае задумайтесь, почему как бы психиатры хаваются под столами или шизофреники? Я, правда, я перед там очередной своей работой, мне же надо диспансеризацию приходить, приходить. Я, там коллега сидит. психиатр, он расслабляется и говорит, ну, ты шизофренолог? Я говорю, нет. А он сидит, диспансеризацию проводит. Ну, население к нему идет, там, по-разному, на работу люди устраиваются. А я, психиатр, можно расслабиться, свой. поэтому он говорит, ну, такой карикатурный, такой плотненький, черненький, на носорога похож, с большим носом. Ты зря не шизофренолог. Потом так к столу ложится. Ты посмотри на них, кругом одни шизофреники. я почти не валяю дурака и не утрирую. Но вопрос же, как правильно сказала Настя, не в том, зачем даже нужны враги. Хотя вы до конца на него не ответили. Я всегда пытаюсь повторять, я просто сегодня это уже говорил на предыдущей лекции, или нет, не помню. Я всегда пытаюсь повторять одну штуку. Мы говорим ответственность. А что такое ответственность? Мы легко очень пользуемся некоторыми общими понятиями. Сейчас я начну поднимать прекрасных юных дам и спрашивать у них, что такое любовь. если они будут отвечать честно, Настя сама вызовет скорую помощь, чтобы всех госпитализировать, несмотря на ГКПЧ. Подшучиваю, совсем капельку. Что такое ответственность? быть причином обстоятельствами. Это не ответственность. Это не ответственность. А как это отвечать за свои действия? ответственность. только за свою жизнь. Я хочу вам сказать, что ответственность определить очень трудно. И вот мужчина прав абсолютно на самом деле. Он понятия тоже не до конца разделяет. я все время хочу сказать, что ответственность это не причина, это следствие. Поэтому ее так трудно определить отдельно. Ответственность это следствие инициативы. Я подхожу к даме и говорю выходи за меня замуж. Она говорит да. Я отвечаю за это всю жизнь. Или сколько там. В общем отвечаю за это сколько могу. Чтобы туда не погрузиться. Но смысл заключается в том, что не проявлю я этой инициативы и не будет у меня этой ответственности. Как бы начальники, настоящие начальники. Чем начальник он у нас так и называется ответственное лицо. Вся проблема в том, что в большинстве случаев у нас не знаю как сейчас у вас у нас это не так категорически, потому что начальник приходящий на новую должность начальника, имеющий очень высокие оклады, потому что у нас сократили огромное количество организаций, слили их вместе. Да, и это тихий кошмар в результате получился. Это отдельный разговор. на самом деле функция начальника это в точности выполнять приказы вышестоящего начальника. Точно и никуда ни вправо ни влево не уходя. Это ответственный человек? Нет, конечно, он ни за что не хочет отвечать, наоборот. Он все делает по бумажке и на людей ему наплевать. И когда это происходит, а это происходит в школах, в больницах, ну приходит главный врач, ему наплевать на специальности, ему важно, чтобы неприятностей не было, и чтобы все действовали по инструкциям и стандартам. Это избегание ответственности, а не ответственность, ответственность наступает тогда, когда ты хочешь проявить инициативу. Хотите, чтобы ваши дети были ответственными? Учите их проявлять инициативу. Ответственность это свойство инициативы и оно сводится к чему? Опять я подошел к даме и сказал выходи за меня замуж. Я что сделал еще? Кроме того, что я проявил инициативу. Нет, действия я пока еще не сделал. Действия ночью, после свадьбы, там, а тут я еще что? Я только языком мелю. Но я что еще делаю? организм сделаю беззависима? В мужском фольклоре, женском? Как, как? Что я сделал еще? Что я еще сделал? Ну, предложение, само собой, да. И о сути слова предложения тоже можно поговорить. Но я про то, что я же, конечно же, ограничил свою свободу. И вот здесь все, все, наконец, понятия сходятся в некое целое. — Ответственность наступает, как результат проявления тобой инициативы, самостоятельного выбора. Ответственность и инициатива всегда являются ограничениями свободы. Но это добровольное ограничение свободы. Я не воспринимаю тебя как ограничение свободы, когда делаю предложение. Наоборот, но тем не менее, делая предложение, я свою свободу ограничиваю. Я говорю, на тебе, любимая, мою свободу. Имей. Она теперь твоя. И это не есть зависимость. Это добровольное ограничение свободы. Имеется в виду, ну, наверное, все-таки, если я хочу, чтобы ты была моей женой, я дальше не буду спать со всеми твоими подругами подряд. Понимаете, как-то, ну, может, через одну. В общем, как бы... — Контракт. — Да. — Свободу можно купить? Ответственность можно купить? — Ответственность? Нет, купить можно только без ответственности. — Это, по счастью, вообще система вещей, которая не продается. Или по несчастью. — Но у нас почему часто как раз пытаются купить ответственность? — Нет, нет, нет. Они покупают не ответственность, они всегда покупают безответственность. Всегда. — Они считают, что покупают ответственность? — Ну, они так считают... — Я заплачу врачу, и все будет хорошо. — Ну, это немножко, это немножко такой 25-й уже вопрос. По той простой причине, что... — Игода. — Да, если там объективно смотреть на вещи, то сейчас я начну говорить, я же врач, я начну говорить, врачу тоже надо на что-то жить. — Знаете, я все говорю, что Сталин, я не помню, по-моему, на пятом, что ли, съезде коммунистической партии сказал одну простую вещь, которая испортила ваш вопрос. Он сказал, что, я, может быть, недословно, но что идея такая, что хорошего врача прокормят больные, а плохие врачи нам не нужны. — Да, все, вот как-то с тех времен все так и пошло, что все довольно сложно тут в этой истории. Но я немножко про другое, я про покупку ответственности. Совершенно реально в основном идет торговля активно должностями. Должность врача, я не знаю, ни купить, ни продать нельзя. Это такое плохой товар, порча. А вот должность главного врача, который вот эти миллиарды распределяет, это вот несложно. Но опять произойдет одна очень простая вещь, которую сейчас вы имеете в виду. Произойдет очень простая штука. Это будет подмена цели средствам. И снова, никто же сегодня не учит в Мединституте тому, что такое человек, тому, что такое цвет, что такое человеческая цельность, тому, что такое человечность. Ну, я сейчас возьму и начну опять спрашивать, что такое человечность. Мы проговорим до ночи, скорее всего, не найдем окончательных ответов. Но, наверное, это свойство врача, правда? А если врач работает только исключительно за деньги, он создает себе призрак. Этот призрак, точно так же, как шизофрения, будет какой-нибудь фразой. Я работаю только за деньги. И тогда он автоматически, постепенно перестанет быть врачом. Потому что цели будут другие. Это как, вот я все время смеюсь, у нас, конечно, страшная ситуация. В медицине в России провели реформу. Вот я все пытаюсь, у вас тоже все время что-то реформируют. Я все время пытаюсь объяснить, что реформа в медицине должна иметь медицинские цели. А если она имеет целью экономию бюджета, она может только разрушить. Потому что цель другая. Она никакого отношения к здоровью человеческому не имеет. Она имеет отношение только к бюджету. И все, что тогда, всю ту хрупкую традицию, которая делает врача человечным, и так уже почти растоптанную, она ломает окончательно. Простите, я... Да, да. Можно вопрос, да? Да, конечно. Скажите, а как же повысить такой ответственность людей? А я только... Какие пути повышения ответственности? Я только что это сказал. Ну вот, вот несколько вопросов. Еще одна... Еще одна... Еще одна... Причина... Есть ли еще одна инициатива, по которой... Ой, фу, еще одна инициатива. Еще одна причина, по которой в нас легко опознать шизофреников через ту метафору. Она звучит примерно так. Инициатива наказуема. Мы говорим своим детям, не высовывайся, не говори лишнего, тебя не примут. И они начинают бояться. В результате у нас, например, нету такой социальной проблемы. Я об этом просто пытаюсь говорить, писать. Ну, конечно, никаких близких результатов я не жду. Но на самом деле в Японии это описывают как проблему хихикамори. Хихикамори – это люди, которые идеологически объявили, что они будут сидеть дома при родителях. Они не будут работать, они не будут проявлять инициативы, потому что это страшно. Когда родителей не будет, это долгая и сложная история. У нас она решена просто. Если такой хихикамори существует и что-то такое похожее объявляет, то он шизофреник. Почему? Неизвестно почему. Потому что он должен, как считает психиатр, вести себя в своем возрасте вот так, а он себя ведет вот так. И психиатру все равно, что существуют проблемы, которые мы сегодня психологи и социологи описывают. Например, вы знаете, во всем мире, не у нас, во всем мире сейчас призывают поднять границы подросткового возраста или возраста молодости. Считать юным возраст до 30 лет. Ну а что? А что? Да, причем, как вам сказать, это абсолютно серьезно обсуждается. А как же учиться в университете? Потому что человек, а что хочешь? Ну как бы, ты, грубо говоря, теперь имеешь право после таких заявлений, где-то, по-моему, даже это приняли, в ЮНЕСКО это обсуждалось, точно знаю. Чем кончилось, не помню, не буду врать. Как бы, проблема заключается в том, что, подождите, 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 а пенсионный же возраст повышают во всем мире. А если пенсионный туда растет, то детский-то тоже должен подтягиваться, понимаете, как я говорю? А как? Это, как бы, это незаметно оказывается естественным свойством повышения пенсионного возраста. Ну вот, вы знаете, как бы... Будет, как вы думаете, будет когда-нибудь человечество жить вечно? Ну хорошо, даже если продолжительность в жизни вырастет, ну там, не знаю, на порядок, на 100 лет, на 200, это будет, это будет... Ну, хорошо? Ну, опять, видите, в этом беда, из-за которой в нас видят шизофритики. Мы скорее политики, политики. А о себе мы думать не умеем. А на самом деле я вам могу сказать, что вот с моей точки зрения, если возраст человека сильно увеличится, это погубит цивилизацию. Какая задача, вот там, девушка, вечно юная, 30 лет, что ей будет говорить мама и родственники? Она все юная такая, не замужем, детей нет, что будет мама говорить? Очень часто сегодня девственница. Это целая проблема, вы не поверите, я же психотерапевт, ко мне девушки приходят с вопросом, как потерять девственность. Да, да, и не одна, и не две, ну не сто, но, в общем, за последние годы все больше и больше. Нет, если это будет касаться отдельных... Я в этом не поверю. Ну не верьте, это же такое дело, это вопрос веры, да. Я хочу сказать следующее, да, я хочу сказать следующую вещь. Можно сказать, если это будет касаться отдельных людей, ну кто-то, у кого-то жизнь сложилась там, в России, или там кто-то... Мама ей что будет говорить? Старая дева. Она будет говорить, ты дура, я хочу внуков. Тебе, ну главное, она будет говорить, тебе уже пора, 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 пора рожать, возраст уйдет. Вот, а если, а если, вот теперь стоп, стоп, я просто хочу объяснить, что такое взять чуть поглубже. Никакого бреда, это реально. Я говорю, я говорю, что... А теперь представьте себе, что человек живет там 300 лет. В каком возрасте ему надо будет рожать? И ему вообще захочется рожать? Как бы основным мотивом жизни инициативного, активного человека в нашем обществе является идея успеть. Я должен успеть написать еще книжку. Я должен успеть воспитать детей. Это же является мотивом выздоровления. Необходимость воспитывать детей поднимает людей из онкозаболеваний. Заставляет жить и работать. И если жизнь окажется очень долгой или бесконечной, то она остановится, потому что вместо мотива «надо успеть» появится мотив «успеется». Что? Это девушка, которой 30 лет, она одна, не работает, не учится, сидит на шее у мамы. Она чем больна? Ну, у нее же есть проблемы, правда? А откуда мы знаем? Тут молодые девушки стали уходить. Я хочу сказать следующую предельно простую вещь. Надуманная эта проблема или ненадуманная. Сейчас мы до этого дойдем. Животные от нас отличаются чем-то. Я хочу сказать сейчас, что эта девушка больна одним. А давайте вы выйдете, и там мне довольно сложно девушке разговаривать и одновременно читать лекцию. Я хочу сказать, что... Я хочу, чтобы вы поняли, она больна или у нее проблема. Ощущение вечности жизни. Это как у ребенка. Она не думает о смерти. Она не думает, что ей надо чего-то успеть. Она считает себя вечно юной. Вся наша культура и все ваши реакции сегодняшние, они говорят о том, что мы бежим от мысли о смерти. Мы от нее убегаем. Мы ее... Раньше ведь наши предки, если мы так сейчас гордимся, традициями национальными. Ну, простите, наши предки, казаки они или русские, они умирали дома. Дома. И это было очень важно. Уйти из жизни в окружении любящей семьи, со своей шашкой, понимаете, в гробу. Мы вытеснили смерть в больнице. Убрали ее от себя, чтобы не думать о ней. Она чувствует себя вечно молодой, эта девушка. Нет. Ну, что я там, по-моему, не чувствую. Ну, вот я в 32, я не чувствую себя вечно молодой. Вы не замужем, у вас нет... Я не замужем, я работаю, я учу. А, ну нет, моя дорогая, вы же все-таки что-то делаете. Давайте бездорогой. Хорошо, ладно, хорошо, ладно. Вот уважение как раз. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Я хочу сказать следующее. К сожалению, я же получил психоаналитическое образование. И поэтому это значит, что чем болезненнее вы реагируете, тем я точнее попадаю во что-то, что болит. А это болит всегда. Потому что я всегда говорю, а что? Ну, это же в психологии называется всего-навсего внутренний возраст. Ну, что делать? Мы вот взрослые люди, мы себя всегда чувствуем внутри, не больше, чем лет на 25-28. Вся проблема заключается в том, что все равно, несмотря на это, это внутреннее самоощущение. Я должен чего-то успеть. Другой вопрос. Человек может хотеть успеть написать книгу, защитить докторскую, стать президентом. Неважно. Но он все равно, это же я же не настаиваю на том, что женщина эта должна, там, не знаю, заниматься сексом и рожать детей. Я говорю о хихикоморе, о людях, которые сидят дома. Они учатся, не работают, не вступают в личные отношения. В лучшем случае в интернете. А не о людях, которые учатся и к чему-то стремятся. Боже упаси. Как бы они чувствуют свою жизнь как вечную, у них это успеется. Ну, а что говорят наши необъявленные хихикомори? Они говорят, мам, ну завтра. Или там. Ну вот я преодолею депрессию и буду себя, пойду работать. В чем загадка? Загадка в том, что преодолеть депрессию они не могут. Давайте чуть-чуть к теме. Почему они не могут преодолеть депрессию? Потому что они говорят, что у них нет депрессии. Они взяли. Не, что вы. Боже упаси. Это вы мыслите как законченный психиатр. Они думают, что у них нет депрессии, но мы все равно будем их лечить. Так и происходит. Именно так. Потому что мама считает, что дочку надо лечить, раз она из дома не высовывается. И бежит к психиатру. Психиатр говорит с умным видом, ну это депрессия. И начинает назначать таблетки. Имеет он в виду при этом все равно шизофрению. Потому что вместе с антидепрессантами, боясь, что девочка растормозится, он назначает еще и антишизофренические препараты. В обязательном порядке. Она впадает в апатию и вообще ничего не делает. Мама бежит к психиатру и говорит, психиатр говорит, ох, какое тяжелое заболевание. Госпитализирует. Когда ее госпитализируют, ей начинают все это колоть, чтобы она повзрослела. Но вместо того, чтобы она взрослела, у нее начинают слюни идти изо рта. И она вообще, она говорить перестает. Как бы, ну это такая замечательная история. Но я хочу сказать следующее. И вот тут начинается про депрессию и про инициативу и активность. А существуют они нормы? Я, например, считаю, что да. Можете со мной спорить, считать по-другому. Я же ведь не настаиваю. Я, собственно говоря, никто. Так, поговорить пришел. Я хочу сказать, смотрите, что происходит. С 20 до 30 самый тяжелый возраст человеческий. За это время человек должен определиться, кто он. Практически, вот если вы задумаетесь, он за эти 10 лет должен уже успеть сделать карьеру. Женщина должна родить. Женщина должна родить. Выйти замуж, иначе ее будут позорить. Я не про себя. Я не про себя. Боже меня упаси. Я ее позорить не буду. Я понимаю, что дети бывают разные. И иногда детьми становятся картины, фильмы, книги, научные работы. Я не уверен. Это такая отдельная тема для разговора. Очень большая. Для того, чтобы обсудить, насколько это правильно. Но так бывает. И я таких людей уважаю. Я знаю огромное количество женщин. Их становится все больше и больше, увы, отказывающихся рожать детей. По совершенно сознательным мотивам. То есть абсолютно сознательно. Но тем не менее, да, существуют возрастные смыслы. И смысл жизни, вообще осмысленность раскручивается в человеке, независимо от его сознания. То есть мы должны выполнять определенные возрастные задачи. Иначе мы оказываемся в депрессии. Я уверен, что это не навязано социумом. Может, это на романе так работает? Да, возможно. Я не знаю, что работает так. Но вообще, опять, если возвращаться к традициям... А мы же ценим традиции или нет? Или мы с ними воюем? Я хочу сказать, что если возвращаться к традициям... То вот в Индии, например, вам всегда скажут, что есть как минимум три возраста. Четыре. У них, на самом деле, четыре основных. Это возраст ученика. Возраст мастера. Возраст учителя. И у них еще есть возраст обшельника. У нас сейчас в культуре этого нет как класса. Но вспомните, да, до революции все это было. Люди уходили в монастыри, в скиты. И это было подвигом. Правда, не будем рассматривать возраст отшельника пока. В Индии считают, что наступает определенный возраст, когда человек должен замолчать, уйти куда-то, для того, чтобы выяснять свои отношения с Богом и со смертью. Чтобы... Нет, нельзя. Дайте я договорю хотя бы мысль. А потом... А вы подержите свою. И мы с вами ее обсудим. Я хочу сказать следующее. Я где-то до 20 ученик. Правда? В любом случае. Я учусь. И это имеет тоже свои параметры определенные. В этом должен быть некоторый смысл. Потом я становлюсь мастером. Профессионалом, говорим мы. Да? Не важно. Я же могу быть мастерицей по воспитанию детей, по созданию семьи, семейного уюта. Это сейчас... Я имею в виду, куда это понятие приложимо, таких списков нет. Но я достигаю в чем-то мастерства. Потом следует возраст учителя. Люди, достигающие 40-50 лет, хотят быть учителями. Женщины меньше, чем мужчины. Мужчин это принципиальный кризис 50-летия. Мужчина хочет кого-то чему-то учить. И чтобы люди говорили три раза кул. Опять же, хотя бы его собственные дети. А его собственные дети говорят ему, дай денег и отвали. Я занят, потому что я же вот учусь. Или мастерюсь. И мне не до папы, который хочет меня чему-то учить постоянно. Вот у меня тут, я приятеля своего, близкого достаточно. Спрашиваю, почему с ними, у них большая такая сталинская квартира. Почему с ними дети не живут? Нет, ну там все хорошо, там хорошие отношения, там все хорошо. Я просто удивился, почему они живут в маленькой квартирке родителей мужа. Вот мне жена, жена, жена говорит, Саша, ты его знаешь? Ну ты редко приходишь, но все равно же. Он тебя обязательно минимум полтора часа чему-нибудь учит. Ты представляешь, что он делает с ними? Причем он такой, он такой милый человек, совершенно не агрессивный, без дурных привычек. То есть речь не об этом. Речь о том, что он ходит и учит. Берет за пугу и говорит, нет, вы посудите, ты сядь и послушай. Да. Это абсолютно естественная потребность. И если они не будут ему давать брать за пугу, я все пытаюсь упростить, не будут ему давать брать за пугу, не будут его слушать, он уйдет в депрессию окончательно. Но он, правда, он уже научился, он все время находит кого-нибудь, меня по телефону, еще кого-нибудь из друзей, чтобы их учить. И, да. Вы что, послушайте себя уже? А? Поддакивать, послушать, чтобы человек не пал депрессией. Да, конечно. Я просто сейчас пытаюсь объяснить другое. Для меня сейчас важна следующая мысль. Когда мы не совпадаем с некоторым внутренним, сущностным, если хотите, экзистенциальным смыслом своего возраста, мы начинаем испытывать депрессию. Только это социальное, там, я не знаю, у мальчика должна быть девочка, у девочки должен быть мальчик. Ну, нет, конечно, в этом есть и биологическое, и психологическое. Зачем нужны мальчики и девочки друг другу, кроме секса? Что такое поддерживать друг друга? Чтобы не было скучно, это мрачно. Или тогда объясните мне, что такое скучно. Я хочу сказать, на самом деле, это нужно действительно для ощущения собственной значимости, правда? Я могу быть значим не для всех. Ну, хотя бы для одного, ну, хотя бы для тебя. Ну, вот я все равно должна быть. Какая? Какая я должна быть? Для тебя. Самая лучшая. Фу. Это, я очень не люблю, страшное слово. На самом деле, это такая страшная штука. Причина сегодняшних депрессий, в частности, в том, что мы превратили, они, они, они превратили. Любовь в отношения. У них, они теперь не любят друг друга. Они строят отношения. Да, а строить отношения, это такая, это такая техника. Это значит, вести себя правильно. А вести себя правильно, вот эту вот, эх, эту страсть, эту, которой жили мы, это исключает. Да, потому что надо же правильно себя вести. Вот. Это тоже вызывает депрессии. Почему? Как вас зовут? Подавление. Анечка. Вот, я хочу сказать, что Аня сказала абсолютно... А? Таня. Таня. Ну, проглотила просто Т. Ну, так бывает, да. Я хочу сказать, что... Обратите внимание на такую штуку. Она сказала самую главную мысль, которая является самой главной причиной депрессии и самоубийства. Она ее очень точно сказала. Она сказала, я хочу быть самой лучшей. И вы зря смеетесь, потому что это я все время пытаюсь описать как первородный грех. Что хотели Адам и Ева? Почему Ева так легко поддалась на соблазн змея? Вот Ева знает, она знает. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что она хотела... Они хотели. Оба хотели на самом деле. Быть как боги. В этом соблазн змея. Скушай яблочко. Скушайте яблочко. И будете как боги. Откуда берутся хихикамори? Или что такое боги в представлении Адама и Евы? Идеальная любовь. Это как-то очень сложная история. А на самом деле боги это существа всемогущие. Которые делают, что хотят. И ни за что не отвечают. Которые управляют всеми, а им ничего. То есть, иду я такая. А мужики на меня смотрят и сами собой в снопы вяжутся. И там по обочине дороги остаются такие. Весь инстаграм на этом построен. Я такая. Все в меня влюбляются. И никто не может ко мне прикоснуться. Потому что тогда инстаграмный лук попортится. В общем, да. А его там это, пять часов нужно делать. Да не сколько. Я не знаю, я не пробую. А втайне мы хотим быть самыми лучшими. Это главная иррациональная беда человечества. Уникальными. Любимыми. Ни на кого не похожими. И, блин, очень важное условие. Не тратить никаких усилий. Почему? Ну, потому что, блин, как только ты проявляешь инициативу, наступает ответственность. А ты же как бог. Ты же отвечать-то ни за что не хочешь. Конфликт интересов. Возникает совершенно точно конфликт интересов или внутренний парадокс. И выясняется, что легче ничего не делать, чем делать что-нибудь. И ждать. Что через окно влезет принц на розовом Мерседесе. А я тут буду просто сидеть и мечтать. Потому что принц, это же на самом-то деле, я же, ваши понимают, что черт знает что это. Одни козлы и пахнут дурно. В общем, неизвестно, чего хотят. Ужас, если вдуматься. И нищие к тому же. Да. Проще оставить мечту. Мы никак, и мужчина, и женщина, мы никак, никак у нас не получается вот это тайное. Мы понимаем, мы разумом, мы понимаем, что мы не самые лучшие. Но мы хотим быть самыми лучшими хотя бы для кого-нибудь. А они, эти кто-нибудь, не понимают этого свойства нашего. Потому что они сами хотят быть самыми лучшими для кого-нибудь. И мы вот это стучимся друг от друга, как это, два стеклянных, две стеклянных колбы. И это, можно сказать, некий универсальный стержень, вызывающий депрессии в любом возрасте. Ну, право слово. Ну, правда, кто-нибудь из вас скажет психотерапевту или психологу. Мне вот, 58, я всю жизнь хотел быть самым лучшим, и ничего не получилось. Из-за этого страдаю. Это, как бы, кажется, что-то такое постыдное. Но на самом деле беда всегда и во всех возрастах именно в этом. Только в каждом возрасте мы должны быть самыми лучшими в чем-то своем. Сначала самыми лучшими в учебе, да? В школе. Потом в любви. Потом в любви. Потом в специальности. Это становится очень важно. Потом в нам хочется отдавать. Мы хотим становиться учителями. И потом в той мере, в которой мы самые лучшие на свете учителя. Так это меняется в течение жизни. Эти внутренние приоритеты. И мне кажется, что меняются они абсолютно логично. То есть, если я боюсь любви. Я уж не говорю, до 20-ти, до 30-ти лет. Я не любила, я не понимаю, что это такое. Я в депрессии. В глубокой, которую очень трудно объяснить. Если я ни хрена ничему не учился и никаким профессионалом не стал и стать не могу, то я в депрессии. Какой бы при этом счастливой не была моя жизнь, сколько бы у моих папы и мамы не было денег на то, чтобы я жил, как хочу. Нет, если я ни хрена ничем не был, то я не могу. Нет, нет, нет. У меня был такой отморозок 28 лет. Но сейчас ему много больше. Это было в 90-х годах. Он мне прекрасно рассказывал, потрясающе. Он говорил, вот, стою я на своей яхте в Карибском море. У меня полный трюм проституток. Я, простите, он не так говорил, конечно. Немного грубее. Солнце. Красотища. Идем мы к вилле моей. И тут я беру бутылку мадам Клико, бью ее о мачту и вскрываю себе вены. Что это, доктор? Шизофрения. Вы понимаете, какая штука? Когда удовольствия занимают место работы, они становятся работой. И не приносят удовольствия. Потому что ты как бы... Что ты будешь делать, когда ты будешь как бог? У тебя будет возможность делать все, что ты хочешь. А выясняется, что ничего. Потому что вдруг выясняется, что это состояние, когда человек не думает о смерти. Это вообще, вот я всегда говорю, маленьких детей сейчас невозможно научить расслабляться. Они не умеют расслабляться. Потому что они не знают, что такое напрячься. И поэтому, когда мне там я с какими-нибудь первоклассниками работаю, я всегда говорю так, встали. И три раза отжались от парты. В промежутках между напряжениями они чувствуют, что такое расслабление. Нельзя расслабиться все время, только расслабляясь. Это принцип физиологии, биологии. Он очень простой. Депрессии у постоянно расслабляющихся возникают от того, что они теряют всякое ощущение расслабления. И начинает нарастать напряжение негативное. А за этим никогда ничего нету. Что может стоять за наслаждением, кроме наслаждения? Ничего. А вот если цель в мере причины депрессии все-таки от того, что человек просто не может решить какую-то плану? Вот не может. Ему может быть помочь подсказать и все будет. Я просто, я, конечно, имея полтора часа на лекцию, я пытаюсь говорить о тех вещах, которые для меня важны. Но человек не может решить проблему, потому что в период, когда для него принципиально важной и ценной была учеба, его не научили в принципе решать проблемы. Все проблемы, которые мы переживаем в жизни, все стрессы, можно определенным образом классифицировать. И разными способами, разными техниками, очень часто очень простыми, научить с ними справляться. В чем суть любого конфликта, господа? Я сейчас скажу два слова и закончу на этом. Потому что, обратите внимание, как только мы начинаем разговаривать вроде бы о шизофрении и депрессии, мы вдруг начинаем обсуждать самое главное в человеческой жизни, то, что скрывается в глубине. В чем причина любого конфликта, универсальную причину, можно назвать? Кто-то сегодня говорил, это важная мысль, я ее поэтому хочу повторить. Любой конфликт – это не совпадение ожиданий. Я влюбляюсь в прекрасную даму в надежде, что она будет моей опорой и поддержкой. Она отвечает мне взаимностью в надежде, что я буду ее за опорой и поддержкой. И мы начинаем бить друг другу мордой на тему, кто кого должен поддерживать, кто главный-то. Суть любого конфликта – это не совпадение наших ожиданий. Как бы сказал Фрейд, наших проекций. Проекции. Проекции эти бывают самыми разными. Я правда, если я поставлю этот призрак у себя в голове, я правда буду пытаться отличить пришельцев с Нибиру, от людей. И неизвестно, до чего меня это может довести. Без всякой шизофрении. Как бы... Что этому всему противостоит? Да те самые практики себя. То самое искусство разбираться в себе. Но всегда чуточку поглубже, чем то, что предлагает культура. Там дикий крик. Начали-то мы уходить куда-то в разные стороны. Из-за того, что кто-то спросил. Нас оболванивают? Ну, казалось бы, если нас оболванивают здоровой реакцией свободного человека, на это должно быть противостояние оболваниванию. Он должен начинать учиться, мыслить глубже, задумываться о чем-то в себе, в своих эмоциональных реакциях. А он не хочет этого делать. Он, даже если так теоретически не считает, он себя все равно ведет так, как будто не он управляет своими мыслями, а мысли и эмоции управляют им. Вот в нас и видят шизофреников просто из-за, ну, в общем, если хотите, нашей эмоциональной глупости. О том, что мы просто не пытаемся учиться собой управлять. И этому способствуют многие факторы, в том числе и физически, в том числе и неврологически. Но вам это уже чуть более профессионально, потому, может быть, не очень интересно. Вот. И я, наверное, на этом закончу. Хорошо? Ладно? А вы, если хотите меня о чем-нибудь поспрашивать, спрашивайте. Хорошо? Почему врачи, допустим, я хожу к врачу, где опять спрашиваю, он мне все объясняет, можно объяснить. Я прихожу к сериалу, он со мной вообще не хочет разговаривать, не хочет объяснить, что такое все. И так далее, и так далее. Я на него, пожалуйста, навалить еще шеи грязни. Да. Я спросил, и он еще спрашивает, а вы что, ко мне на прием пришли? Нет, у меня грудные с родными. И тогда после они приходят, и все. Объясню. Если говорить системно, я хочу сказать, если говорить системно, то я уже это объяснил. Это переворотный грех. Ну, что хочет красавица, красавицы, что вы хотите от мужчины? Ну, я, в общем, это, смотрите, именно, я говорю всегда, что я специалист по общим понятиям. Вот если мы сейчас это начнем обсуждать, что такое любовь, ласка и внимание, то она разобьется на много интересных вещей очень, потому что, например, выяснится, что внимание, вот мужчина, он обычно реагирует на какие-то женские, там, слезы, например, или мужское и женское внимание, это разные вещи. Потому что, вот если женщина переживает, она в депрессии, она какая-то такая, то выясняется, что ей не надо давать советов. Или там, как бы, говорить, что надо сделать. А ее надо просто обнять и погладить. И тогда, да. А мужчины этого не понимают и пытаются предпринять практические меры. Поэтому женщина должна своему мужчине объяснить, что такое ласка и как на нее реагировать. Как-то так. Вот. Я хочу сказать, что мы очень часто хотим чувствовать, когда говорим о том, что мы хотим ласки, мы очень часто, как оказывается, хотим чувствовать свою власть. Типа, я пошевелила бровью, он встал на четвереньки и побежал. Там, неважно, куда. Ведро выбрасывает, еще куда-нибудь. И еще он должен обладать одной способностью, он должен быть телепатом. То есть, он должен понимать, что я имел в виду, когда шевелила бровью. А если он не понимает, он чуткий, черствый и вообще дерево такое. Сейчас нет. Я не ответил на этот, потому что. На самом деле, это желание власти. Очень часто люди понимают собственную значимость, которую они должны достичь к определенному возрасту, как власть. Когда врачи ничего не хотят объяснять, они ясно дают вам понять. Он врач, а вы дурак. А дурак должен знать свое место. Блин. И в общем сидеть, и пускать слюни. Да, и помалкивать. Да, да. Примерно так, да. И теперь все. Объяснять мне что-нибудь. Пусть я какой-нибудь идиот-терапевт объясняю. А я психиатр. Я властитель человеческих душ. Понимаете? Хотя знаю я за 9 лет только одно. Все шизофреники. Но я знаю еще формы, синдромы, разновидности. Но это информация для элиты, для психиатров. А ты кто такой вообще? Чтобы знать что-то. Это же высшая наука. Это наука о том, как владеть человеческими душами. Кто ж тебя в нее пустит-то? И еще одно я спросил. А если ты спросишь еще раз, то минимум, минимум, 4,5 миллиграмма галлоперидола внутримышечно. Минимум. А если ты меня третий раз спросишь, гад, то я могу и до аминозина дойти. Ты не думай. Я могу дойти. Почему? Потому что любой вопрос, это сомнение в моей власти. Если женщина пришла к выводу, что мужчина дерьмо, я могу и так. И так. Ты все равно дерьмо. Все. Вот вам психиатр. Она все, она решила. По этому поводу же. Это же опять все очень просто. Потому что в Ветхом Завете, в Новом Завете, в буддизме есть заповедь, которую мы не хотим понимать, которая звучит как «Не судите, да не судимы будете». Да, каждый, кто будет судить другого, догорит в гиене огненной. И, в общем, есть какие-то вещи, которые, наверное, абсолютные. Потому что это абсолютные тексты. Правда? А, к сожалению, современная психиатрия – это такой суд. И это такая попытка сделать некую элиту. Вот даже еще Крепелин, который до Блёера занимался шизофренией, ну, как бы, который начинал описывать это все как раннее слабоумие. Вот. Он требовал категорически еще тогда, ну, вы знаете, эту историю я вам не буду рассказывать, потому что это история из выставки ГКПЧ, в частности. Но вы понимаете, да, что на самом деле он тогда требовал, чтобы в каждом правительстве одним из членов был врач-психиатр, и он принимал окончательные решения, какие законы можно принять, а какие нет. И для психиатров тогда это было абсолютно естественной вещью. И более того, я думаю, они бы и сейчас не отказались. Вот. Вот. А еще вы знаете, конечно, да, что, в общем, предшественником нацизма и одним из ядер, ядер Майн кампф Гитлера была книга немецкого врача-психиатра, которая называлась «Могу ошибиться, наизусть не помню, не хочется», которая называлась «О праве на уничтожение вырожденцев и дегенератов и лишение их потомства». И было это в конце десятых, начале двадцатых годов, то есть задолго до пришествия к власти Гитлера, но он ее, несомненно, читал. Это есть во всех энциклопедиях, это не секрет, не новость. Как бы люди очень часто воспринимают собственную значимость как право судить других. Это дурак. И проще всего опираться при этом на что? Проще всего при этом опираться сначала на национальность. Я прав, потому что я русский. Я прав, потому что я украинец. Я прав, потому что я немец. в конечном итоге это же так все. Именно этот соблазн, обратите внимание, ты немец, значит, ты как бог. Ты можешь с другими делать все, что угодно. Мы все время на страшной грани балансируем, по счастью, у нас все куцает, мышление клиповое, мы туда не углубляемся, не чувствуем того, что происходит изнутри. Как бы потом гендерное. Я мужчина, и поэтому я могу делать, что хочу. Я женщина, и поэтому я никому ничего не должна. Ну, там, не знаю. Отсюда же все женщины сволочи, а мужчины козлы. Все бабы дуры, а мужчины козлы. Примерно то же самое. Как бы все время нужно, не так сложно на самом деле, да вы можете даже из этого разговора судить, чуть поглубже задать себе вопрос, а что значит вот это понятие, которым я так легко пользуюсь. Призраков в себе нужно учиться отлавливать, и не то, чтобы уничтожать, но, по крайней мере, как только приходит их понимание, на душе сразу становится спокойно. Еще одно последнее. Еще одно последнее. Я, к сожалению, я бы рад. То есть, я, правда, вот сейчас под свежим опытом работы психиатром, психиатром социальной службы в Москве, я бы сейчас с радостью еще два часа на эту тему поговорил. Но тема другая, и я хочу сказать еще одну вещь. Когда мы говорим об общих понятиях, очень важно научиться понимать еще одну вещь. Что такое тревога? Очень часто жалуемся на тревогу. Что такое тревога? Мобилизует силы для решения вопросов. Да, я хочу сказать, что тревога это оборотная сторона свободы. Вот смотрите, чем человек свободнее, тем более он тревожен. Потому что тем больше требуется от него инициатива. Меня увольняют с работы, и я свободен. Моя жизнь на завтра не определена. Я фрилансер. От меня ушла жена, и я свободен. Моя жизнь на завтра не определена. Правда? И моя тревога скачкообразно растет. Она всегда зависит. Чем ты менее свободен, тем ты менее тревожен. тревога это чувство направленное в будущее. Будущее мы знать не можем. И поэтому для того, чтобы победить тревогу, стремимся ограничить свою свободу. Те же самые хихикомори, да? В чем их проблема? Они же ограничивают свою свободу. Ну вот мама за меня все решала до там 15 лет. Пусть и сейчас за меня все решают. Мне много не надо. Мне надо, чтобы мне не было тревожного. Чтобы я не проявлял инициативу и не дай бог меня не прохватило какой-нибудь ответственностью за кого-нибудь. Как мне тут одна 30-летняя ровно девушка сказала как замуж? Но это же отвечать за мужчину. Вы что, Александр Геннадьевич? Я к этому не готова. ну там накормить, напоить, не знаю, еще что-нибудь ночью сделать, это это все унизительно-то как. Ужас! Ладно, похоже, я на круг перехожу и меня сейчас куда-то должны дальше везти. вот Настя сейчас. Да, конечно, да. Вам так и скажут, это зависимость. Вы не поверите, у меня тут вот, ой, ладно, вам так и скажут. Спасибо огромное, давайте вас благодарим.